Привет, друзья! И снова с вами телевизионный журнал «Автодром» и я, его ведущий, Андрей Головин. Наша программа направлена прежде всего на то, чтобы оренбургские водители стали самыми образовательными и грамотными в сфере эксплуатации и покупки автомобиля. И в этом нам помогают наши многочисленные партнеры. Так что смотрите «Автодром», будет интересно. Новинку отечественного автопрома «Ладу Весту» ждали и ждут с гораздо большим интересом, нежели чем другие модели и марки машин. И для этого есть ряд веских причин. О том, как прошла официальная презентация этого автомобиля, мы вам расскажем в конце нашей программы. А пока давайте рассмотрим насущные вопросы эксплуатации любимой «Ласточки». Теплый салон и теплое кресло – вот о чем мечтают автовладельцы зимой. Первое. Можно легко осуществить, установив в машину сигнализацию с автозапуском или же предпусковой подогреватель. Но оптимальным решением для многих все же станет сигнализация, поскольку она и дешевле, и функциональнее. А вот устранение второй проблемы можно смело доверить подогревам сидений. Тогда, морозное утро, вы и ваш автомобиль встретите во всеоружии, как, впрочем, сделали многие. Я периодически приезжаю сюда по рекомендациям. Мне понравилось, как ребята делают. В этот раз я решил установить подогрев сидений, потому что салон кожаный, пассажирское подогрев строил и в задний диван. Кнопочки выведут на панель приборов, так что зима нам не страшна. Стоимость установки подобных устройств колеблется у нас в городе весьма существенно, начиная от самостоятельной инсталляции, что мы не рекомендуем делать, и заканчивая официальными дилерскими центрами, где ценник может быть весьма существенным. Поэтому мы советуем вам очень внимательно отнестись к этим вопросам и, получив максимум информации, смело ехать на установку в выбранный сервис. Самая большая проблема, которая может случиться с вами и вашим автомобилем, это ДТП. Даже мелкое, с незначительными повреждениями, оно не добавляет нервных клеток. А самый большой вопрос, который возникает у автолюбителей после прохождения всех юридических инстанций, это кузовной ремонт автомобиля. Где и как выбрать тот сервис, чтобы сделали хорошо и быстро. Качество малярно-кузовного ремонта автомобиля складывается из многих факторов. Профессионализма мастеров в первую очередь, уровнем оснащения оборудования во вторую. И, наконец, в-третьих, применяемыми материалами. Именно от этих параметров зависит, какие марки и модели автомобилей вы встретите в том или ином малярно-кузовном сервисе. Поэтому, если в сервисе преобладают иномарки, да еще и престижных моделей, смело договаривайтесь о ремонте. В наших передачах мы не раз вам рассказывали о ходе ремонта того или иного автомобиля. Но не лишним будет напомнить, что настоящие мастера могут творить чудеса. Вот лишь несколько примеров. Восстановление убитого напрочь седана Lexus, который собрали из трех автомобилей. Малярно-кузовной ремонт кроссовера Toyota RAV4, у которого была смята вся боковина. Лечение, а точнее реанимация кроссовера Subaru Forester. Ведь после переворота у него не осталось ни одной целой детали. И вот на очереди еще один кроссовер. Peugeot. У которого в результате лобового столкновения искорежилась вся левая часть, и ее пришлось просто вырезать. Так что если в малярно-кузовном цехе работают настоящие мастера своего дела, то они берутся делать даже самые убитые машины, от которых, внимание, отказываются в других местах. Для хорошего результата требуются отличные кузовщики с большим опытом и прекрасные маляры. И тогда заказчикам не к чему будет придраться. Еще один момент, на который стоит заострить внимание, это чистота в цехе и используемые инструменты. Очень приветствуется стерильность и современное оборудование, поскольку даже небольшие шпатлевочно-шлифовочные работы требуют аккуратности, не говоря уже о покраске. Наличие специализированной камеры обязательно, чтобы все фильтры в ней были в исправном состоянии, чтобы работали все лампы освещения. Ну и, конечно же, немаловажным фактором при выборе малярно-кузовного автосервиса являются отзывы как знакомых, так и независимых людей, которые можно почерпнуть из всемирной паутины. И тогда вы точно не ошибетесь с выбором такого сервиса. Малярно-кузовной цех «Бош Автосервис» осуществляет все виды кузовного ремонта автомобилей любых марок. Профессиональный подход и гарантированно качественный результат. «Бош Автосервис», улица Беляевская, 8, телефон для справок 687-990. А теперь плавно от ремонта кузова автомобиля перейдем к замене и ремонту лобового стекла. Никто не будет спорить с тем фактом, что ездить с разбитым лобовиком и неприятно, и запрещено правилами дорожного движения. Но как найти ту грань между возможностью ремонта и необходимостью замены? На этот вопрос вам ответят только квалифицированные специалисты. Компания «Фуяо Автостекло». Ремонт сколов и трещин. Профессиональная замена любых автомобильных стекол. Только в декабре каждому 20-му клиенту установка стекла в подарок. Улица Монтажников, 18, улица Невельская, 3, телефон 21-29-29. Существует мнение, что безокрасочный ремонт гораздо быстрее и выгоднее классического кузовного ремонта. Так ли это на самом деле? Пока сам, как говорится, не проверишь, не поверишь ни за что. Что такое безокрасочный кузовной ремонт, знают далеко не все автолюбители. А ведь при помощи этой технологии вы не только восстановите былую красоту автомобиля, но и сэкономите много времени и много денег. Как, что и почему, мы вам расскажем на конкретном примере. Типичное повреждение для всех начинающих водителей. Как говорится, немного притерлись. И вот в результате чего две двери оказались помятыми, но без повреждения лакокрасочного покрытия. Ремонт каждой из них стоил бы, ну, как минимум 7-8, а то и 10 тысяч рублей. Но при безокрасочном процессе такой ремонт обойдется как минимум в два раза дешевле. Посмотрим на результат работы. Вот так выглядели двери Лады Гранты после повреждения. А вот так они стали выглядеть после ремонта методом безокрасочной технологии. Разница, как говорится, налицо. Машина вновь приобрела былые формы и товарный вид. И при этом стоимость восстановления оказалась в два раза ниже, чем при классической кузовном ремонте. Но и это еще не все. Одно из безусловных достоинств безокрасочного ремонта – это быстрота. Не прошло и нескольких часов, как повреждения на двух дверях были устранены. А при обычном ремонте на это потребовалось бы ни один и ни два дня. Так что выводы делайте сами. Но самый большой плюс безокраски – это то, что сохраняется заводское покрытие. И никакой толщиномер, естественно, не определит, что деталь ремонтная. Хотя, по большому счету, и ремонтной ты ее не назовешь. Второй огромный плюс – это сочетание классического кузовного ремонта и безокрасочного. При таком подходе минимизируется количество рихтовочно-шпатлевочных работ, что, опять же, сводит к минимуму определения того, ремонтировался ли автомобиль или нет. И при таком подходе снижается итоговая стоимость ремонта. В общем, куда ни посмотри, а если в кузовном сервисе можно осуществить и классический, и безокрасочный ремонт, то наверняка в такое предприятие стоит отдать свой автомобиль на ремонт. Центр устранения вмятин – кузовной ремонт автомобилей при помощи классического и безокрасочного ремонта. Низкие цены – гарантированный результат. Ремонт мелких вмятин от 10 минут. К вопросу выбора автомобильных запчастей автолюбитель относится не менее щепетильно, чем к вопросу выбора покрышек. Но тут разбег в ценах и брендах гораздо больше. Вот, к примеру, на этом автомобиле я уже дважды менял бензонасос. Причем первый раз поставил оригинальный, стоимостью в 21 тысячу рублей. А второй раз решил установить китайский, который, внимание, в 7 раз дешевле. И ничего, работает. Если в среде автозапчастей очень легко встретить китайский аналог, то вот с моторными маслами сложнее. Чисто китайское моторное масло у нас в городе трудно найти, но можно. Но мы вам советуем обратить внимание на такой бренд, как Вальвалин. Это нидерландское масло, которое разрабатывалось для эксплуатации в схожих с нашими погодных условиях. И имеет несколько линейок. Max Life, Racing, SunPower и Durablend. Серия Max Life разработана для автомобилей с пробегом больше 100 тысяч километров. В этом масле, соответственно, присутствуют присадки, которые имеют эффект восстановления изношенных деталей узлов двигателя. То есть, своего рода ревитализанты какие-то? Совершенно верно. Кстати, масло серии Max Life мы советуем как раз владельцам отечественных авто. И пусть вас не смущает то, что оно рассчитано на двигатели с пробегом от 100 тысяч километров. Допуски у наших моторов совершенно другие. Наличие ревитализантов в масле – большой плюс. И при этом, внимание, стоимость такого масла сопоставима со стоимостью хороших отечественных брендов масел. Но по своим характеристикам масло Вальвалин все же превосходит их. В общем, какое масло лить в двигатель своего авто – решать, конечно же, вам, исходя из рекомендаций автопроизводителя. Но то, что масло Вальвалин не подделывают – это абсолютно точно. Сумасшедшие скидки на расходники и запчасти до 50% только в магазине «Сезон Авто». Теперь, каждый день, вплоть до 17 января следующего года. Цены реально низкие. Дискаунт магазин запчастей «Сезон Авто» только на монтажников 18. А сейчас мы, как и обещали, расскажем вам о самой ожидаемой новинке тольяттинского автогиганта – «Лади Веста». Запуск в производство и старт продаж этого автомобиля ждали миллионы россиян. И для этого есть множество причин. Шутка ли сказать? Российский автомобиль по оснащению и сборке не хуже, чем именитая иномарка. Возможно ли такое? Смотрите прямо сейчас. Такого ажиотажного интереса, какой вызвала «Лада Веста» у оренбуржцев, не было ни у одной другой модели «АвтоВАЗа». Ни «Гранта», ни «Калина», ни «Приора». Народ хотел увидеть и пощупать автомобиль, который должен стать бестселлером своего сегмента. На официальную презентацию, которая состоялась 19 декабря, пришло столько оренбуржцев, что шоурум с трудом вмещал всех желающих. По скромным подсчетам посмотреть на новинку приехало не менее 400 человек. «Лада Веста» — это новый автомобиль из новой модельной линейки «Лада» с X-образным дизайном, который был представлен в 2012 году Стивом Матином. Также на основании этого дизайна будет еще выпущено порядка четырех новых моделей буквально в 2016 году. «Машина получилась красивая, машина получилась достойная. Самое главное, она доступна. И мы можем с уверенностью сказать, что этот автомобиль составит серьезную конкуренцию всем импортным брендам, участвующим в продажах этого сегмента автомобилей». «Машина действительно получилась на славу. Красивая, современная, функциональная. Пришедшие гости с неподдельным интересом рассматривали новинку плотным кольцом, окружив представленные автомобили». «Все в этой машине не как у привычных русских авто». «Дизайн раз. Размер автомобиль. Он больше своих одноклассников, причем значительно, потому что он представляет класс B, C. Даже базовой комплектации, которая стоит 514 тысяч рублей. Есть пять систем электронной безопасности. То есть это у нас АБС, ЕБД, ЕСЦ, система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система и система помощи при трогании в гору, на подъеме. То есть это не может предложить в базовой версии ни один производитель». Но не только дизайн и наличие многочисленной электроники отличают Весту от других ВАЗовских машин. Удивительная плавность хода и мягкость работы подвески, отменная шумоизоляция, прекрасная эргономика – все на очень высоком уровне. Это смогли оценить многочисленные посетители, которые записались на тест-драйв. «Управляемость просто 5 баллов. Я не знаю, класса B. Нет, это ощущение намного круче. Чего ожидал. Больше кажется, что класса, да? Да. Это прямо действительно так. «Комфортно, удобно, просторно. Ничего не мешает. Ноги прямо. Выпрямляешь, свободно все». Наиболее востребованная, скорее всего, будет комплектация с кондиционером, цена которой сейчас составляет 544 тысячи рублей. И это, поверьте, совсем немного за современный автомобиль. Плюс доступные многочисленные бонусные программы от Автоваза и банков-партнеров. Так что «Ладу Весту» наверняка, даже несмотря на кризис, ждут весьма неплохие продажи, которые, кстати, уже начались у нас в Оренбурге. «Ладу Веста» в наличии в различных комплектациях с документами и под спецпредложением. Только в автосалоне «Жигули Оренбург» на 12-м километре Нежинского шоссе. Спешите купить новую «Ладу Весту». Продажи уже начались. Вот и подошел к концу еще один выпуск «Автодрома». Надеюсь, программа вам понравилась. Ведь прежде всего она направлена на то, чтобы сделать наших водителей самыми грамотными. А у меня на сегодня все. До встречи, как всегда, через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова